Другой ремонт домов идет в том числе и на нескольких объектах культурного наследия. Приводить в порядок их будут специально обученные строители с допуском от Министерства культуры Республики. Работы начались и в жилых помещениях. Василия Хузина продолжит тему. С февраля в пятом доме на Гвардейской забыли о покое. Стучат молотки, визжат электродрели, в воздухе столбом стоит строительная пыль. Но жильцы таким неудобством только рады. Капремонт долгожданный. Трубы, кровлю и проводку здесь не меняли с 1973 года. У меня большая просьба к вам, как жителям. Мы этих ребят знаем, они работали в прошлом году. Нареканий больших не было. Они в сроке, с качеством хорошо сработали. Но жители сами контролировали все виды работы. Поэтому я вас прошу, чтобы, что называется, доверяй, но проверяй. Ваш контроль, народный контроль должен быть. Ремонт начали уже в 140 домах столицы. Пока строители работают внутри многоэтажек. Меняют сантехнику, электрические сети, приводят в порядок подъезды. Ближе к лету займутся системой отопления, ремонтом кровли и фасада. Правда, около тысячи городских домов в программу не попали. Чтобы их отремонтировать, председатели ТСЖ и ЖСК должны заключить договор с региональным фондом. Преобладает позиция такая, ну скажем так, сиюминутная какая-то. Сегодня все нормально, дом новый. А завтра, бог ее знает, буду я в этом доме жить или нет. То есть вот, к сожалению, этот момент есть. И с этим нужно, конечно, бороться. И объясняем людям, что придет время, но тот же лифт нужно будет менять. Через 25 лет его нужно будет менять. Он будет стоить миллион рублей. Одно дело сегодня, собирая по 5 рублей каждый месяц. Другое дело, нужно будет этот миллион искать разом. Всего в столице планируют капитально отремонтировать около 200 домов. Меньше, чем в прошлом году, но зато на большую сумму. Потому что ремонт предстоит комплексный. Многоэтажки в основном обновят полностью. Василий Хузин, Равкат Зиадинов, Вести, Татарстан.